Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня я предлагаю вам прогуляться вместе со мной по Челси Фармерс Маркету в Лондоне. Это очень интересное место, и мне там очень понравилось. Уверяю, понравится и вам, потому что место очень необычное. И находится оно в центральном районе Лондона, в Челси. Это не выставка Челси, но здесь тоже море красоты, и вы со мной согласитесь. Сама идея «Приди сюда» возникла у меня совершенно случайно. Мне просто захотелось найти какой-то красивый садовый центр в центре Лондона, потому что я очень часто вам показываю садовые центры, но это на окраине Лондона. А мне самой было интересно узнать, как оно в центре Лондона, какие там цветы, и как все это там выглядит. Думаю, интересно и вам. Так вот, друзья, это очень красивое место. Челси Фармерс Маркет – это только название такое. А если вы посмотрите в интернете, все отзывы об этом месте такие. Мы не понимаем, почему это место так называется, какой это вообще Фармерс Маркет. Здесь прекрасное место для отдыха, и я с этим соглашусь. Посмотрите, друзья, здесь множество прекрасных растений. Это такая, как бы вам сказать, огромная оранжерея, огромная консерватория. Ты заходишь внутрь, и ты просто окунаешься в красоту. Множество прекрасных растений. Вот раньше вы видели цитрусовые. И ты просто поражаешься, как такое может быть. Здесь даже есть, вот видите, такой импровизированный фонтанчик, как бы ручеек. И это такие звуки воды ниспадающей, их такие растения вокруг красивые, посаженные. Такой вот уголочек сделанный. И вообще здесь собрана прекрасная коллекция растений. Я старалась как-то снять все это, чтобы вы смогли потом рассмотреть, увеличить себе название каждого растения. Но здесь представлены различные и очень интересные экземпляры. Видите, какие красивые зеленые кочки? Как все это красиво смотрелось, друзья. Этот шум воды, такие камни, прекрасные растения вокруг. И эти ампельные, так вот все вместе очень красиво смотрелось. Я была поражена этому, потому что раньше все, что я видела в садовые центры, это просто выставленные растения на продажу. А здесь оформлено все так, как будто бы в живой природе. И вот созданы такие определенные уголки. И вот сейчас вы видите уголок из бегоний. Посмотрите, сколько здесь декоративно-лиственных бегоний. Красивые. Я истоли заметила их. И прямо-таки моя душа мчалась сюда, потому что мне бегонии очень интересны. Я люблю и клубневые бегонии, но эти тоже мне нравятся. Конечно, у меня их нет, но если бы у меня была хоть малейшая возможность, конечно же, я бы их выращивала. Посмотрите, какая листва. Эта листва прям-таки бархатистая такая. Мне казалось очень-очень-очень красивое и необычное. Каждый из видов этой бегонии прекрасный. Посмотрите, если вам интересно, вы приближайте, и вы увидите название. Я старалась снимать, друзья, так, как только могла. Мне очень здесь понравилось. Смотрите, какая красота. А вот эти листья какие. Они такие огромные. И даже это видео, оно не передает вам всю величину этого растения и этой листвы. Это такой красивый сорт бегонии, друзья. Если бы вы увидели вживую, вы бы тоже были шокированы так, как и было шокировано я. Посмотрите, какая красота. Бегонии, они прекрасны. И сам экземпляр был огромный. Видео трудно передать, все это. Но я думаю, вы согласитесь со мной и себе мысленно представите, как все это было. Здесь немножечко в этом зале такое освещение уже было, видите, не очень хорошее. Потому что я попала сюда уже ближе к вечеру. И вот снимала так, как могла. Поэтому, если немножечко плохо видно, то я, конечно же, извиняюсь. Но в целом, я думаю, у вас будет представление, как красиво там. И вы сможете вместе со мной тоже насладиться красотой всех тех растений, которые были здесь. Видите, стеклянные потолки. И все размещено не просто для продажи, друзья. А все очень красиво, эстетически размещено. Все растения, все продумано до мелочей. Растения размещены группами. И это все очень красиво, как вы видите. По центру идут высокие растения, которые тоже можно купить. А вокруг этих высоких растений декоративно-лиственных уже размещаются тоже декоративно-лиственные в перемешку с цветущими. Как вы видите, вот здесь вот амарилисы вокруг вот этого прекрасного растения. И так красиво. А потом ты смотришь налево и направо. Там еще, еще, еще растения. И такие, видите, вот здесь заросли. Замечательные растения, драцены. Такой уголок из драцен. Тоже такие хорошие экземпляры. Можно выбрать, какую хочешь. А здесь уже такие стеллажи, пристенные стеллажи с зеркальными полочками. Видите, вот стенка вся зеркальная. И растения на полочках стоят. И эта зеркальная стенка как бы увеличивает пространство. И тебе кажется, что ты, как будто бы там еще что-то дальше есть. Но на самом деле это все просто зеркальная стенка. Но это очень красиво. И опять прекрасные ампельные растения. И вот эта входная дверь в эту консерваторию. И все вот так вот по кругу там размещено. Говорю, красота неописуемая. А здесь уже идут такие композиции из геколотей и марант. Видите, тоже собрана целая коллекция. Различные экземпляры, различные растения, различный цвет, различные листва. Очень красивые эти растения. И тоже можно выбрать на любой вкус. Это все продукция Chelsea Gardener. Видите, вот эти тоже прекрасные такие ампельные растения. И эхмея вот такая тоже розовая. А там дальше вот тот зал, в который я не заходила. Там дальше еще есть у них помещение. И там целая сеть такая из искусственных цветов. У них там идут такие уголки. И тоже там идут из орхидеи искусственных. Там очень красивый ресторан. Там, друзья, очень красивая территория. То есть все вот это я показываю вам просто растения. Но это все целый огромный комплекс для отдыха. Где люди могут вот посмотреть, как я здесь. Здесь комнатные цветы, комнатные растения. Потом перейти в следующий зал, там выпить кофе, посидеть. Там прекрасный ресторан. А на улице тоже есть как бы садовые растения. Я их не снимала, но там тоже такие идут ряды. И выглядит все приблизительно, как в обычном садовом центре. Видите, зимеокалькус какой огромный. Очень большой. А тут какое огромное растение. Это банан такой, видите? Муза двор в командире. Называется. Видите? И цена его большая. Больше 500 фунтов. Больше 500 евро за этот банан. Цены здесь, друзья, большие на растения. Здесь необычные цены на растения. Но это и можно понять. Потому что, друзья, ведь это центральный Лондон. Это центр. И здесь совершенно другие цены на все. Не только на цветы. Если рассмотреть другие магазины, здесь тоже все очень дорого. И рассчитано на то, что здесь не просто такое место для продаж. А здесь такое эксклюзивное место. И здесь люди делают покупки. Но не сильно так много. Поэтому здесь цены и побольше. Побольше они еще и потому. Потому что здесь это ведь центр. Здесь и аренда. Это всей территории тоже как дорого стоит. И оплачивать труд людей, которые здесь работают. Это ведь тоже совершенно другая зарплата у людей. Они больше платят им за работу вот здесь, чем где-то на окраине. Поэтому и цены здесь повыше. Ну и здесь вот так вот выбор очень хороший. Но все стоит намного дороже. Видите, какие огромные фикусы. Тоже так все красиво. Вот уже и здесь, и здесь. Вы видите, драцены. Все по кругу идет. И ты идешь, и вокруг тебя прекрасные растения. Вот уже начинаются поляны из суккулентов. И все это очень красиво, друзья. У меня было очень такое... Я не ожидала просто увидеть там такую красоту. У меня было прекрасное настроение. Я не могла сразу это все там озвучить. Потому что там играла музыка. Поэтому я делаю это сейчас. Уже через несколько недель после того, как я посетила это прекрасное место. Но все-таки я хочу, чтобы вы посмотрели вместе со мной. Потому что здесь очень все красиво и необычно. Мне здесь очень понравилось. И мне очень хотелось бы прийти сюда опять. Видите, какие кактусы? Какие фиолетовые такие пупурышки. И вы видите название. Все это было мне очень интересно увидеть. И здесь было очень красиво, друзья. Видите, такая красота. Опять этот банан. А рядом аллоказия. Аллоказия с фиолетовыми листьями. Аллоказия спейсимен. Она тоже дорогая. Огромное растение стоило 250... 240 в районе 240 фунтов. 240 евро. Но это такое эксклюзивное тоже растение. И оно стоит от их денег, друзья. Это красота. Вот такие они цветы. Здесь Чайлси Гарденер. Прекрасное место. Друзья, я надеюсь, что вам понравилось. Здесь было еще множество орхидей. И о них будет отдельное видео. Видео об орхидеях. Огромное спасибо вам, дорогие мои друзья. Подписывайтесь на мой канал. Будет еще очень много красоты. Пока-пока.